Современный центр онкологии, радиохирургии и стереотоксической радиотерапии находится в поселке Песочный, в 30 километрах от Санкт-Петербурга. Он располагает лучшей не только в нашей стране, но и в мире линейкой оборудования, от диагностического до радиохирургического. С его помощью в центре удаляют доброкачественные опухоли головного мозга, метастазы рака, некоторые сосудистые и неврологические заболевания, лечат болезнь Паркинсона. Пациент, который обращается к нам, может рассчитывать на то, что лечение ему будет назначено не исходя из технических возможностей, а исходя из оптимального варианта, который подходит именно ему. Только несколько клиник в мире могут похвастаться тем, что у них на вооружении стоит гамма-нож. В центре под Питером он есть. Гамма-нож позволяет проводить облучение головного мозга с очень большой точностью. То есть высокие дозы радиации локализуются исключительно в зоне опухоли и не повреждают при этом здоровые ткани. Пациентов с злокачественными опухолями, которых обычные хирургические клиники отправляют попросту умирать, в этом центре оперируют. Конечно, говорить о полном излечении не приходится, поскольку опухоль штука коварная. Но врачи Санкт-Петербургского центра радиохирургии, лучевой терапии и общей онкологии продлевают таким людям жизнь на 3-4 года. А для них это крайне важно. В год на установке гамма-нож центра онкологии, радиохирургии и стереотоксической радиотерапии имени Сергея Березина пролечивают около тысячи пациентов. Это очень много. Люди приезжают из разных городов и регионов. Например, Ольга Михайловна прибыла в Санкт-Петербург из Удмуртии. Сейчас непосредственно происходит сеанс. На гамма-нож жительница Ижевска легла впервые. После того, как узнала, что опухоль, удаленная несколько лет назад, появилась вновь. Как правило, повторно такие операции не делают. Вернуться к жизни в прямом смысле женщине помогли в этом центре. Очень понравилось мне. То есть вот это состояние сейчас хорошее и безболезненное мне. Процедура эта безболезненная абсолютно. Сеанс лечения на гамма-ножа не только безболезненный, но и быстрый. Процедура занимает всего один час. Уже на следующий день пациент может возвращаться к полноценной жизни. Гамма-нож удаляет только опухоли головного мозга. Убрать новообразование с других частей тела способен кибер-нож. Он также имеется в центре. Мы никогда не претендуем на тех пациентов, которых можно лечить легко хирургией. Мы говорим о тех пациентах, которые погибают, потому что их нельзя лечить. Лечение, применяемое в этом онкоцентре, не подлежит оплате ни по обязательному медицинскому страхованию, ни по высокотехнологичной медицинской помощи. Это платная услуга. Например, процедура на гамма-ножа стоит 198 тысяч рублей, а в Германии 10-15 тысяч евро. Это фиксированная цена. Она меняется только с учетом инфляции. Причем в ней заложена не только процедура облучения, но и дополнительное обследование, уход за пациентом, суточное проживание и питание в палате. Для жителей Санкт-Петербурга лечение в центре онкологии бесплатное. Правительство северной столицы выделяет квоты. Внедрить такой опыт в Архангельской области решил Игорь Орлов. С этой целью он посетил центр. Мы имеем немало проблем в здравоохранении, начиная от первичной помощи, системы диагностирования. Но это не означает, что мы будем заниматься только какой-то одной узким направлением. Мы ни в коем случае не должны отстать и не предлагать высокие технологии в здравоохранении нашим жителям, Архангелогородцам, жителям области. И вот этот шаг, эта встреча открывает нам такие новые возможности. По квоте пациентами Санкт-Петербургского онкоцентра могут стать только тяжело больные пациенты. Например, те, кому больше нельзя делать операции обычным путем. Выявить число нуждающихся – задача, которую Архангельский губернатор поставил перед Министерством здравоохранения. Мы в ближайшее время проведем анализ заболеваемости и тех пациентов, которые теоретически могли бы получать лечение в данном медицинском центре. Лечение тяжелых онкобольных – это не первый опыт сотрудничества Архангельского и Санкт-Петербургского здравоохранения. Договор о взаимодействии между Институтом биологических систем, подразделением которого и является Питерский онкоцентр, и нашим регионом был подписан в 2015 году. В рамках него в отделенческой больнице станции Сокогорка филиал клиники проводят жителям Архангельского региона магнитно-резонансную томографию в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.